Провед Лёшка на проводе. Осень 2021 и время взметнуться над лесом и окинуть взглядом весь лес, а не отдельные деревья. Вот в логистике это надо делать иногда, потому что многие повязаны вот текучкой, повязаны ежедневной рутиной и не могут видеть, что же происходит в логистике глобального. Что в логистике глобального? Как она развивается глобально? И вот об этом я сейчас как раз и расскажу. И прежде всего надо вспомнить великие слова Ленина, что политика есть концентрированное выражение экономики. Вот в принципе, если переиначить чуть-чуть эту фразу, то мы поймем главное. Логистика есть концентрированное выражение экономики. Соответственно, то, что происходит в экономике, то практически сразу отражается на логистике. И вот то, о чем я сейчас расскажу, это как раз из этой истории. На самом деле, что в 2021 году произошло в экономике такого, чего никогда не было и то, о чем даже товарищ Маркс не предполагал. Маркс, когда писал «Капитал», исходил из того, что главное мерило всего и прибыли, и жадности, и всего остального. Есть отношение к труду, которое, естественно, меряется деньгами. Наверное, Карл Маркс бы просто в шоке сейчас был, если бы узнал, что все страны, все государства вливают огромные суммы денег, взятые из воздуха, вливают в экономику, вливают в фирмы, в компании, в бизнес, вливают потребителям конечным. И, конечно, фактически сейчас появилась такая ситуация, что работать становится невыгодно. Зачем работать, если халявные деньги поступают к тебе со всех сторон? Маркс бы, наверное, в ужасе был, если бы узнал, что такое возможно. В ужасе был бы, если бы узнал, что такое реализовано в 2021 году. Это значит, что все, о чем писал Маркс, в 2021 году перечеркнуто. Почему государства бюджеты печатают, вносят в свои бюджеты деньги из воздуха, это отдельный вопрос. Зачем это делается и почему пандемия является причиной и оправданием этому? Я, может, расскажу в отдельной лекции, это довольно сложная и длинная история. Но с логистикой произошло именно это. Вопреки капиталу Маркса в логистике изменились производственные отношения. Теперь нет смысла работать, чтобы зарабатывать. Зачем перевозить контейнер из Китая в Москву с прибылью в 50 долларов, если можно? И вот тут важно, что можно? Что происходит, когда появляются огромные баблосы на рынке? Огромные суммы вливаются в рынок. Да, правильно. Все перестают работать, потому что работа – это смешно. Все начинают переваривать этот баблосик. Переваривать это что значит? Это значит его осваивать. Эти деньги надо как-то осваивать. В случае с Россией это все выглядит очень просто. Появляются деньги. Их надо под фиктивный импорт вывести из страны. Часть этих денег потратить, в общем-то, на какие-то реальные нужды. Возможно, вернуть под видом инвестиций в Россию. А часть денег превратить в кэш или, как говорят, кашу. И ее жрать с утра до вечера. Поэтому, когда я обращаюсь, например, к своим старым приятелям. Огромные компании, реальные, логистические компании с профессионализмом высочайшего класса. Обращаюсь с предложением дать мне, ну, грубо говоря, фракт из Китая до Котки. Хороший фракт, как они могли раньше это сделать. С наличием мест. Они мне отвечают очень просто. Леша, нам этим заниматься неинтересно. А другой мне прямо сказал, если интересует только транспорт, то это не ко мне. Я только транспортом больше не занимаюсь. А чем занимаются эти люди? На чем они зарабатывают? Они зарабатывают на, правильно, схематозе. А именно на переваривании тех огромных денег, которые свалились на экономику. Больше их ничего не интересует. Правильно, потому что на перевозке они зарабатывают 50 долларов. А вот на огромной финансовой схеме с фиктивными импортами, фиктивными экспортами, с фиктивными проводками, не рискуя ничем, зарабатывается колоссальная сумма. Вот что изменилось в логистике в 2021 году к сентябрю месяцу. Вопрос только один, продолжится ли это долго? Или в какой-то момент это все схлопнется, и мы опять окажемся на бабах? На самом деле, сегодня вот как раз важное событие, это в Джексон Холли будет выступать вся элита финансовая мира. И по результатам этого заседания можно будет примерно спланировать, что ожидает нас в экономике и, следовательно, в логистике, как концентрации экономики в самое ближайшее время. На самом деле, хорошо, если бы все это продолжалось. Это значит, что жизнь будет долгая, но не очень счастливая у большинства населения. Но если это внезапно закончится, вот этот дождь свободных денег на экономику, то экономику ждет колоссальный коллапс, и после этого мы опять начнем возить контейнеры из Китая в Москву с прибылью 50 долларов. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»